Ну, наши работники, вот мы таскаем сюда все. Телевизоры, электрические чайники, стиральные машины и холодильники сюда привезли накануне. Бытовую технику тяжело больным детям выделили благотворители. Весь вечер сотрудники хосписа занимались установкой. Семь телевизоров развесили в палатах будущих пациентов. Технику, которую установить не успели, прямо в коробках сложили в одной из комнат. Никому даже в голову прийти не могло, что она может пропасть. Когда сегодня утром пришли устанавливать, 7 телевизоров и 4 чайников термофорста нет. Просто не то, что серьезно, но там обида, у кого воруют, у тяжело больных детей. Два года благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой собирал деньги на то, чтобы начать строительство. В августе прошлого года был заложен первый камень. Аделе Ахмедзянову мы снимали прошлым летом. Он лежал в хосписной палате. Отец не отходил от него ни на шаг. Сегодня Аделе уже нет. Домой с друзьями погулять, поболтать там, кто давно не видел. Ну, звонят друзья, но все равно как-то это давно не видел. Хочется так прогуляться, а то, когда до этого пока еще в больницу не попал, вот каждый день, ну, будет не заходили. Ну, там с ними гуляли там по часу, по два там. Хоспис планируют открыть в день защиты детей. Сегодня воры воспользовались тем, что часть забора вокруг него еще не достроена. В само здание они попали через это окно на первом этаже. Здесь очень много бригад работает. Средний до 100 человек. Я их никого не знаю. Общий размер ущерба потерпевшей страны оценила в 90 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия по установлению обстоятельств, произошедшего. Ведутся поиски подозреваемых. Сегодня в Татарстане более 200 детей неизлечимо больны онкозаболеваниями. Хоспис сможет облегчить последние страдания многих из них. Всех, кто знает хоть что-нибудь об обстоятельствах кражи из Дома Ангелов, полицейские просят звонить по телефону 294-53-52. Светлана Белова, Артем Агалаков, Владимир Ладушкин. Телеканал Эфир.